Талантливый дипломат, выдающийся государственные и политические деятели Дагестана. 140 лет прошло со дня рождения Джаламеддина Каркмасова. Его вклад в историю трудно переоценить. Он многое сделал для советской власти и для родной республики. Человек эпохи. В честь юбилея Каркмасова в Махачкале в его родном селе прошли масштабные празднования. Участие в них принял в Рио главы Кабмина Абдусамат Гамидов. Как все было, расскажет Абдурахим Милалов Даганай. В огромном зале русского драмтеатра, где вспоминали о видном государственном и общественном деятеле 20 века, нет свободных мест. Видные политические деятели нашей республики – студенты столичных вузов и главный гость – внук Джалаладдина Каркмасова Анатолий Джалал-Эростович. Выступавшие в этот день подчеркивали многие грани таланта Джалаладина Каркмасова и желали молодым поколениям быть достойными имени своего великого земляка. Революционное движение в нашей стране в корме изменило судьбу Дагестана. Видное место в истории становления и развития нового Дагестана принадлежит Джалаладину Каркмасову. С юношеских лет он определил для себя наиболее важные принципы социальной справедливости, необходимость освобождения народа от национального и социального гнета. В борьбе за эти идеалы он посвятил свою жизнь, всю свою сознательную жизнь. Главная часть концертной программы проходила под классическую музыку. Организаторы пытались передать всю ту мировую культуру, которую нес в себе человек эпохи Джалаладин Каркмасов. А в фойе театра мог каждый окунуться в разные периоды жизни известного дагестанского политика. Здесь представлены фотографии, документы, книги, изобразительное искусство из фондов, музеев, архивов и частных коллекций. Мне приятно, что сегодня полный зал в этом театре. Значит, люди помнят нашего великого дагестанца, относятся с большим уважением, почтите его память. Это очень хорошо, они забыли о нем. Главное, главное то, что мы с установлением советской власти добились, это народы Дагестана получили возможность жить по-человечески, получать образование на родных языках, иметь журналы и газеты. Это самое большое достижение для любого народа. Джалаладин Каркмасов родился в обеспеченной дворянской семье. Получил блестящее образование, окончив один из самых престижных в то время вузов – Парижский университет Сарбона. Со студенческих лет увлекался революционными идеями. Многие считают его блестящим дипломатом. Ведь именно ему Ленин поручил навести дипломатические мосты зарубежными правительствами. Во многим, благодаря его таланту, советскую власть признали в мире. Он был первым создателем Крестьянского комитета республики. Он был первым, который разработал Конституцию республики нашей. Во всем этот человек был первым. Поэтому мы, его потомки, имеем право гордиться. Особенно должны этим гордиться кунтур-калинцы, потому что это их земляк. С размахом юбилей выдающего политического деятеля, организатора и дипломата прошел и в родном селе Джалудина Каркмасова. У памятника первому руководителю Дагестана каркмаскалинцы танцевали лезгинку. Народный хор исполнил песню «Дети читали стихи». А старшие поколения рассказывали уже о самом земляке, прославившем свою родину. Первый руководитель Дагестана в кратчайшие сроки добился весомых результатов в народном хозяйстве. За свои заслуги перед родиной он первым из дагестанцев был награжден Орденом Боевого Красного Знамени, аналогом сегодняшней звезды Героя России. Как и многих деятелей того времени, Каркмасова репрессировали и позже расстреляли. В середине 50-х был реабилитирован. Посмертно.